Друзья, всем привет! С вами Никита Дилы и добро пожаловать в Транспорт Фивор 2. Мы, друзья, пробуем начать прохождение этой замечательной игры в свободной игре в песочнице. Не знаю, как в свободной игре, наверное. Песочница не совсем правильное название. И рывшись в модах в стиме, я нашел такую вот замечательную карту. Это, друзья, карта Европы и сделана она очень круто, но она капец какая здоровая. И на прохождение, на самом деле, она не пойдет. Вообще, я очень советую на ней поиграть. Она называется, по-моему, Real Europe. Тут даже кусочек Беларуси есть. Вон, Беларусь Вудс 1 и 2. Новополоская, типа, нефть, хотя у нас... А, ну нефтеперегонный завод, может быть, там и есть. Понятно, что нас тут не сильно захватили. Россия каким-то образом сюда приехала, Украина, в общем-то, все есть. Даже рельеф сделали, он сраная Италия в форме сапога, по-моему, очень круто. И Сицилия какая-то более-менее сделана. Испания, Барселона, короче, все есть. Ну ладно, речь не об этом. Речь в том, что это меня побудило на мысль о том, что... А почему бы не сделать карту Беларуси на это самое прохождение? И бау! И я это сделал. Если это прохождение, друзья, зайдет, мы полностью обустроим эту карту и вам это все дело понравится, то, может быть, мы перейдем и в Европу на гигантскую карту, но пока что, честно, не хочется. Соответственно, что я здесь сделал? У нас используется размер карты большая. По-моему, там чуть-чуть холмиков, много лесов и воду я вообще отсюда нахрен убрал. На карте расположено 6 городов. Это наши областные центры. Минск, Гродно, Витебск, Брест, Могилев и Гомель. И они, в принципе, друг относительно друга условно расположены. Также я посмотрел вот эту вот самую карту. Это карта железнодорожных путей. Соответственно, именно по этой карте мы будем железными дорогами здесь все соединять. С помощью абсолютного рандома я выбрал материалы, которые требуются в городах. У нас здесь 6 городов и всего доступно 6 материалов. Поэтому с помощью рандома у нас всего по 2 штуки будет требоваться. В крупных городах на узловых станциях я расположил по железке именно те предприятия, которые у нас будут производить товары, которые именно требуются в городах. То есть конечная доставка всякой продукции в города будет только по железной дороге. Хотя, если так посмотреть, вот от Минска до Лиды идет и обычная дорога. И, по сути дела, вот эти вот гаечные инструменты. Можно доставлять и машинками. Но вообще здесь это все надо будет делать именно по железке. По плану, по задумке, скажем так. Ну и, соответственно, вот эти вот предприятия я и пообзывал городами, которые находятся примерно в этом месте. Примерно по карте. Это прямо на не 100% точно. Это все примерно. Например, вот Барановичи узловая станция. 6 направлений у нее, кстати. Самая, самая большая. Города я поставил маленького размера. Самого прям маленького, который доступен. То есть они прям совсем малютки. Единственное, город Минск, так как это столица, я поставил второй по размерности. Там чуть-чуть больше населения. То есть тут 96 людей живет, а в остальных там в районе 50 человек. Но, в общем-то, мы это все будем пытаться развивать до каких-либо больших масштабов. Все остальные уже более мелкие предприятия я просто тыкал рандомом. Их тут всего 72 штуки. И их ровно то количество, которое, собственно, и надо для полного обеспечения. Их я уже никак не переименовывал. То есть они так и называются. Минск угольная шахта. Минск железнодорожный, точнее, железный рудник. Минск ферма. То, что рядом с Минском находится. Соответственно, если мы к Бресту подтянемся, то тут Брест нефтяная скважина. Да, у нас в Беларуси добывается нефть, оказывается. Ну, ничего страшного. Вроде как так это должно идти. Начинать мы будем, кстати, с 1950 года. И скорость течения дня у нас будет стоять 1,4. И плюс у меня еще здесь стоит мод, чтобы в 4 раза увеличить, как это называется, жизнеспособность техники. Чтобы она слишком быстро не ломалась. Играем мы на среднем уровне сложности. Потому что я попробовал начать эту карту на высоком уровне сложности. И это, блин, там очень много гринда будет, которые просто надо будет ждать и так далее. В повозке я долбиться вообще не хочу, поэтому начнем чуть попозже, когда уже что-то более-менее современное есть. И транспорт у меня здесь на карте доступен абсолютно весь. То есть и американский, и европейский, и азиатский. Хотя чем именно пользоваться мы будем, я не знаю. Денег у нас 5 миллионов. И это, разумеется, 5 миллионов, которые взяты в кредит. Ну и в общем-то, очень хорошо. Карта на самом деле сложная, прям вот от слова совсем. Так получилось, что самые простые доставки, они через всю карту должны быть. Вот, к примеру, посмотрим мы на доставку еды. Вот кому нужна доставка еды. Кажется, самое простое предприятие. Вот оно нужно в Гродно. Фермы, в принципе, расположены по всей карте. Но само предприятие, вот это вот, оно находится аж в Полоцке. Одно в Полоцке, а второе тоже где-то вот с этой стороны у нас было. Я, честно говоря, не припомню. А, в Жлобине. Жлобин это под Могилевым, если мне память не изменяет. Да, в ту сторону. Осиповическая ветка на Гомель. Тут тоже, кстати, направление железной дороги, если мне память не изменяет, идет и на Могилев, и на Гомель. И на Калинкович тоже, наверное. Честно, не помню. Да, по-моему, на Калинкович тоже идет. То есть, в общем-то, в планах у меня вот это вот все дело как-то обвязать. И, в общем-то, первая ветка, которая у нас будет железнодорожная, это будет доставка топлива вот отсюда, из города Лунинец в город Могилев. Соответственно, прокладывая эти пути, мы сразу же сделаем станции, которые идут по пути. То есть, мы будем ехать вот отсюда, из города Лунинец. Будем проезжать через Калинковичи. Потом, соответственно, будет идти ответвление на Жлобин. Это у нас вот здесь вот находится. И со Жлобина мы уже будем ввести это все дело в Могилев. Но для того, чтобы получить это самое топливо сначала, нам нужно привезти сюда очищенную нефть, которую можно вот на этом заводе добыть. И, соответственно, на этот завод нужно привезти нефть. Это мы уже сделаем с помощью грузовичков. Когда это все дело раскочегарится, у нас здесь еще одна нефтяная скважина находится. Мы тогда ее сможем подключить. Потому что со временем у нас раскочегарится на четвертый уровень. Производство будет 400. Соответственно, будет требоваться 400 чистой нефти. Оно один к одному требуется. На нефтеперерабатывающем заводе у нас всего лишь два уровня. То есть, соответственно, тоже максимум будет 400 в итоге. Но здесь требуется две сырых нефти. То есть, два к одному производства. И, соответственно, 400 у нас будет производиться на одной скважине, 400 на другой. Но это да. При условии, если это все дело у нас раскочегарится. Может этого и не произойти. Давайте, в общем-то, да, начинать. Для начала мы построим депошку. Депошки у нас все будут находиться только в городах. Я не буду ее ставить где-то около лесопилки, допустим. Хотя это, скажем так, удобнее было бы ее поставить, скажем так, вот, около нефтяных скважин, чтобы не ехать. Но нет, мы будем депо использовать только в городах. У нас их максимум 6 штук будет. В общем-то, нам нужно это все дело обвязать грузовичками. Построить маршрутик. Я думаю, кстати, здесь можно даже дорогу сделать. Мы, соответственно, запускаем один маршрут. Отдаем весь кредит. И ждем, пока этот самый кредит у нас не погасится полностью. Потому что от него надо избавляться сразу. Мы по нему платим проценты. Пока что, разумеется, ноль, но там будут, короче, проценты. То, что сейчас минус 35 миллионов, это постройка карты заняла. То есть, размещение всех предприятий стоило денег. Типа. Не знаю, как это работает. В общем-то, давайте тогда начинать. Для начала нам нужны постройки. И нам нужна стоянка для грузовиков, которая будет забирать вот отсюда нефть. Мы поставим ее с одной платформой. И поставим ее подлиннее. И надо сделать так, чтобы она, падла, привязалась. Здесь нету нигде дорожек никаких, она не привязывается. Вот здесь есть дорожка. Если она привязывается прям вот так вот, значит, там самая большая производительность будет. И будет все прям классно работать. Мы-то ее можем поставить на самом деле и сюда. И вроде как это даже сэкономит какое-то время. Но я почему-то люблю, когда все прям четко. Ладно, давайте мы ее поставим вот так вот. Она привяжется. И мы просто соединим это все дело дорогой. Вот так вот. И все будет прекрасно работать. Соответственно, отсюда у нас будет забираться нефть сырая. И ее надо будет ввести на переработку вот сюда. На наш вот этот заводик, который тоже около Бреста находится. Я, блин, в качестве троллинга над товарищем хотел вообще Брест, не знаю, загубить. Но так получилось, что это ветка, которую мы самую первую будем развивать. Здесь нам тоже хватит одной платформы, потому что мы одним маршрутом будем пользоваться. Как показала практика, это самое эффективное, скажем так, решение. Так что платформу мы одну сюда тоже пихаем. Ее, если что, можно будет без проблем увеличить. Это не так дорого стоит. И, в общем-то, в конце концов, надо будет отвезти эту самую нефть на завод, чтобы переработка топлива у нас была. Здесь мы просто поставим unload, вот этот вот truck unload. Почему до сих пор это не перевели, я в душе не знаю. Но здесь у нас будет только выгрузка, потому что это самое топливо, это уже конечное производство. Оно доставка в город, только поездами мы будем это делать. Соответственно, доставка будет только поездами. Это, в общем-то, есть. Можно составлять маршрут. Маршрут у нас будет забирать сырую нефть отсюда. Потом, соответственно, поедет, отвезет этой нефти немножко. Сколько свободно, точнее, сколько свободно, сколько готовой будет нефти, он заберет оттуда и поедет на наш лунинец. Хотя она здесь называется Моховой улице. Ну, ладно, вот на это я внимания сильно обращать не буду. Маршруты мы будем стараться обзывать как-то по-нормальному. Например, нефть-топливо-1, по-моему, самое нормальное название. Это, в общем-то, есть. Еще я думаю о том, что может быть проще, чтобы сэкономить время и, соответственно, ресурсы, я не знаю, топливо, обслуживание и все такое, имеет смысл провести здесь дорогу. Я имею в виду вот отсюда, куда-нибудь вот сюда, потому что это заметно сократит расстояние. Давайте ее в два этапа построим. Прямо вот в этот перекресток мы ее сюда и приведем. Пока у нас нет никакого транспорта, который может ездить больше 60, на этих дорогах тоже ограничение 60, поэтому строим пока что такие дороги. Это у нас есть. Соответственно, теперь в городе Бресте, самом ближайшем городе, нам нужно построить депоху. Это у нас будет дорожное депо. Поставим его, например, вот сюда. Прямо напрашивается. Бау! Есть. И теперь нам нужно купить транспорт. Транспорта надо сразу много. Грузовые. В общем-то, что у нас есть? У нас есть бортовой ЗИС, который... Так, нам нужно жидкости, которые возят цистерны. 15, короче, может перевозить. Относительно новая модель. Грузовик мог перевозить до 4 тонн груза, однако при большей нагрузке часто ломался карданный вал, что приводило к резкому снижению эффективности тормозов. И у нас есть, я так понимаю, немецкий какой-то, европейский цистерна Студебакер. Студебакер. US-6. Производство компании Студебакер Корпорейшн. Производился во время Второй мировой войны, впоследствии использовался на гражданке. Мне чем-то кразика какого-то напоминает, только немецкий. Он перевозит 16 уже груза. Скорость у них в обоих по 60. В принципе, разница в цене не очень большая. Есть еще какая-то цистерна Заура Тип-С. Она еще 13 перевозит и еще дешевле стоит. Я думаю, давайте возьмем ЗИС уже, так и быть. Их надо сразу до хрена, это прям 100%. Давайте штук, наверное, 15. Прям 15 сразу мы покупаем и отправляем возить нефть и топливо. У нас есть 500 тысяч денег, мы сразу же возвращаем 500 тысяч кредита и включаем время. На третью скорость вроде пошло. Поехали грузовички. Да, сейчас оно трохи пролагает, но и ладно. Пока не ездят, друзья, я хочу сразу же в Минске построить головную контору. Конечно, в Минске, где же еще нам ее строить? Вопрос, платная она или нет? Ага, это дело платное. Значит, чуть попозже мы это построим, когда выйдем в какой-то более-менее плюс. Думал, вообще, Минск начать развивать, а не получится. Я уже столько разных вариантов здесь продумывал. И самое грамотное, это начать именно с переработки нефти. Нефть у нас тут, кстати, копится довольно-таки быстро. А ее уже накопилось столько, что она начинает исчезать. И это, в принципе, неплохо. Сейчас до хрена грузовиков приедет, ее сразу же все заберет. Вот такие вот ЗИСы. Сейчас здесь аж пробка образуется, скорее всего. Хотя нет, расстояние здесь довольно-таки большое. Они загружаются. Они ждут, потому что создают какой-то все равно интервал между собой. Поэтому он ожидает. Хотя он уже вот, видите, загрузился. Он все равно стоит и ждет. Не знаю зачем. Ну, в общем-то, пускай стоят. Ну и, соответственно, эта самая нефть, сейчас сырая, начинает подъезжать на нефтеперерабатывающий завод. И он сразу же запускается, когда туда появляется нефть. Правда, она перерабатывается очень быстро. Быстрее, чем ее успевают подвозить. Хотя, может, успевают. Соответственно, каждая эта доставочка нам приносит. Если они полностью забиты по 50 тысяч, поэтому можно будет потихоньку выходить в плюс. Когда производство здесь перевалит за 200, соответственно, прокачается. Но оно не перевалит за 200, пока не будет именно в самом Могилеве спроса больше, чем 100. Или мы и отсюда не начнем возить это в какой-то другой город, который тоже требует топлива. У нас все ресурсы требуются в двух городах. И, кстати, по 7, ну, 7-8, кто как успевает, будут забирать уже чистой нефти. И будут, соответственно, возить это все дело на наш второй заводе, где он находится. Вот он, топливо перевозит. Каким, здесь приходится разворачиваться. Тоже по 50 тысяч они примерно за это все дело получают. Все по-разному. Давай-ка мы словим тебя. Да, вот ты 7 везешь. Они, наверное, все по 7, по 8 будут возить. Ну, вот этот за 7, 40 получил. Ну, и ладно. Значит, кто-то 8, кто-то 7. Этот еще меньше, наверное, привез. Ну, и у нас уже, кстати, положительный баланс. Это хорошо. По финансам. Когда мы сейчас пройдет немного времени, 3 месяца, уже будет более-менее видно, когда это все раскачегарится. Тут у нас очереди вроде как нету. Они как раз один за одним успевают подъезжать. И, ну, более-менее освобождают. Но пока все равно в избытке этой самой нефти у нас здесь. Можно еще закинуть грузовичков, но пока что я не вижу в этом особого смысла. Потому что вроде как у них интервал как раз-таки вот выработался. И это прям 15 штук здесь прям четко. Я тут, в принципе, пошарился по этой карте. Как бы это странно не звучало, с учетом того, что я ее сам делал. Тут есть еще парочка маршрутов. Их не так много, но есть, в общем-то, такие, которые можно именно обвязать грузовичками, просто чтобы они привозили нам прибыль. Например, доставлять вот уголь из вот этой вот шахты на сталелитейный завод, который под Гомелем находится. Вот отсюда уголь можно туда же возить. С фермами у нас все, ну, так себе на самом деле. Кстати, на каждую вот такой вот заводик нужно 4 фермы иметь. Поэтому у нас их тут аж 8 штук где-то раскидано. Хотя вот отсюда можно, витебская вот эта вот ферма, в Полоцк возить вполне нормально. Я, в общем-то, друзья, не знаю, хорошо эта, хорошая идея обвязывать кучу, делать кучу маршрутов грузовичков или же сразу стараться делать железную дорогу. То есть завершить такие вот эту вот ветку, которую я начал на топливо. То есть провести нам железную дорогу в Лунинец, точнее из вот этого города Лунинец в Могилев. Сначала, разумеется, это будет односторонняя ветка железнодорожная, потом мы уже ее сделаем двухсторонней. Когда больше поездов будет ходить. Потому что здесь пока что прям много и не надо. Тем временем у нас, кстати, накопился уже миллион триста. Мы можем еще миллиончик вернуть. У нас три пятьсот долго осталось. Ну и грузовички катаются. Значит, друзья, что мы делаем дальше? Дальше мы останавливаем скорость течения времени и избавляемся от кредита. От всего. Пускай фармится. Я это, друзья, сделаю за кадром. Первая серия вот такая вот пилотная. Познакомились с картой. Я ее, в общем-то, буду заканчивать. Смотрим на комментарии, лайки, просмотры и всякую вот эту вот дичь. Параллельно будет идти прохождение кампании. Чуть попозже оно начнется. Второй сезон, я имею в виду. Ну, не второй сезон, вторая глава. Это будет как первый сезон. Я, короче, не знаю, пока как это толком будет работать. Ну и, в общем-то, как часто будут выходить серии и все остальное зависит от вас, от вашей активности под этим видео. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.